Сначала надо сказать, что традиция немногочисленных камерных вечеров в новооткрывшейся по этому адресу книжной лавке своей книги продолжается. И, соответственно, у нас 7-го числа декабря прошел вечер Юрия Орлицкого, Леда Чередеева и Славы Крыжановского. Это был первый вечер в этом новооткрывшемся пространстве. Здесь, в принципе, в перспективе будет магазин старой книги в этом зале. Пока он еще не сформировался. И 7-го января здесь будет презентация Талейцинского альмонаха «Графит». А пока у нас всего лишь 21-12. Я специально выбирала дату вне зависимости от других потоков в городе. То есть такая палеандрамическая дата. И я представляю вот эту книжку «48-80-ши», которую, соответственно, перед тем, как она будет представлена, выступит ее издатель Сергей Соколовский. Вот, Сергей, тебе слово. Спасибо. Дальше. Наверное, имеет смысл сказать несколько слов об издательстве, в котором вышла книга Дарьи Суховей «48-80-ши». Это издательство «Автахтон». Это мое маленькое издательство. Вот в этом месяце ему исполнилось так примерно 22 года. Мне с книжками всегда было очень трудно. Я старался издавать как можно меньше, как можно хуже, как можно менее меняемо. И только в тех случаях, когда какой-то более оформленный, более осмысленный вариант либо был исключен, либо по каким-то причинам был неприемлем для автора. Это наш случай сейчас. То есть я делаю одну книжку, там, 2-3 года, может быть. Но иногда бывало почаще. Где-то на рубеже 90-х, 2000-х я делаю побольше. Ну, с чего это началось, наверное, эта длинная-длинная история, и мы ее пропустим. А с книжкой дальше сложилось как? В 2005 году Даша эту книжку написала. Тексты в ней собраны, как я понимаю, укладываются по времени создания, где-то 2 месяца. 26 октября, 13 декабря. Октябрь, декабрь 2005 года. Спустя несколько лет... Правильно это можно говорить, да? Я правильно рассказываю. Я не помню этого события совершенно. Спустя несколько лет Даша предложила мне... Издать книгу. Издать книгу. Я, разумеется, отказался. Я не помню того, чтобы Даша мне предлагала издать книгу, и не помню того, чтобы отказывалась. Но наверняка Даша мне предложила издать книгу, наверняка я и отказался. Нет, ты не отказался, ты согласился. Я этого не помню. Ты запланировал ее издать. Да, возможно, я запланировал ее взять, повторю, я не помню этого события, то есть, видимо, как-то у автора осталось более четкое оформленное ощущение этого события, этой договоренности. И спустя еще несколько лет в июне прошлого года уже на фестивале в Тверь, как он называется, ты не помнишь? По-моему, называется «Искалинина в Тверь». «Искалинина в Тверь», да, на фестивале «Искалинина в Тверь». Даша мне об этом напомнила, я сказал, слушай, ну, по-моему, ничего этого не было, по-моему, мы не о чему договаривались. На самом деле мы раз в два года где-то встречались и обсуждали, что оба издали книжку, радостно, так сказать, расходили, что вот книжка будет издать. Тем не менее, в июне прошлого года для меня это оказалось маленьким сюрпризом. У меня к тому времени было несколько проектов в работе, ни один из них еще не завершен, но они и немножко попозже возникли по времени создания текста. Ну, какое-то время я еще немножко, 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 немножко не спешил, и тут все-таки стало ясно, что еще чуть-чуть, и будет уже 10 лет с того времени, как книга, по большому счету, увидела свет. Она лежит на сайте Леви. Да, она лежит на Леви над Ланбестер, которая, наверное, была живо-ложена, я думаю, я, так сказать, не запечатанно быстро все сделал. Нет, Леви не тормозил там это практически. Вот, еще 4 месяца я переворачивал в кварт-экспрессе букву М, потому что я забыл, как переворачивать букву М в кварт-экспрессе, и мне было нелегко это вспомнить, но в итоге я эту букву М перевернул. А это прямая необходимость. Да, прямая необходимость. И когда я перевернул эту букву М, я понял, что вообще говоря, книга, с которой я сейчас работаю, невероятно хороша. Да, то есть, собственно говоря, по-настоящему я полюбил эту книгу только после того, как перевернул эту букву М. До этого я думал, ой, ё-моё, я же опять что-то делаю, опять что-то издаю, как вообще, как у меня поворачивается, да, как поворачивается рука в очередной раз. Да, вот она перевернут эту букву, вот она имеет место быть. За безнадёжное дело, за, так сказать, ещё одно умножение сущностей. Надо сказать, что сейчас-то существуют планшеты, но в них переворачивается изображение, ведь с буквы М, поэтому бумажное издание этой книги именно за эту букву было необходимо. Я не верю ни в какие планшеты, конечно, я думаю, что... Вы в существование? Я не верю в их существование, да. Что они есть на самом деле, я понимаю, я тоже не... Я в них плохо пальцы попадают просто, поэтому у меня эти темнотехнические проблемы. Вот. Но... В тот момент уже, когда... С обложкой-то, Юли, тоже была история, если что. Первый вариант обложки... Он был ужасен. Я не помню даже, что там было. Вот. Нет, он был откровенно ужасен. Я сам понимал, что он ужасен, но мне казалось, что в этом есть некоторое очарование. Сейчас я, конечно, думаю, что никакого очарования в этом не было. И... Нет, не могу. М? Ничего, ничего. Продолжаем. Да, я продолжаю, да. То есть, вот. И, естественно... То есть, по-настоящему, я помню, что я сделал, уже как-то забыл книгу из типографии. А... Книжка... Можно я расскажу то, что обычно рассказываешь ты? Ну, расскажи, расскажи. Да. И я расскажу про то, что книга состоит из 48-ми стишей. Я думаю, так сказать... 48-ми. 48-ми стишей. Это достаточно очевидно. Да. Стиховед Юрий Орлицкий в московской презентации подверг сомнению использование... Ну, он просто не успел сосчитать. Там было плохое освещение, и, видимо, немножко расклывались строчки. Поэтому мне не укладывалось... В глазах все было? Да. На палу было. Ну, там, да, там было темновато, действительно. И, в моем понимании, это совершенно уникальный опыт работы с твердой формой, какими, собственно, восьмистишие являются, с деструкцией этой формы, причем с деструкцией, произведенной едва ли не всеми возможными способами. Букву перевернули. Букву перевернули. Разбили строчку. Сделали все, что угодно, так сказать. Да. То есть, вот, некоторая сумма экспериментов, которая могла быть произведена с крайне традиционной формой, в общем-то, в этой книге содержится. Из-за своего рода, можно же так сказать, энциклопедия. Ну, надо читать или судить, и автор. Ну, да, мне кажется, здесь есть именно какой-то энциклопедический подход вот к тому, что вообще можно сделать, как это трансформируется, как это устроено. Ну, системный подход, я бы сказал. Я не почувствовал, надо сказать, что это системный подход, я почувствовал, что это такое маленькое чудо, когда происходит, в общем-то, что-то совершенно непостижимое в рамках именно письма, именно конструкции. И, как сказать, фигуры, фигуры самих стихов в этой книге, как мне кажется, действительно уникальны. И именно настолько последовательного разбора самой формы, в общем-то, все-таки у русской поэзии до этого не было. То есть были, как бы, какие-то отдельные проблемы. Нет, были выдающиеся образцы. Выдающиеся образцы, да, но они никогда, они не были системно упорядочены. А здесь все-таки есть именно... Но я не считаю эту книжку алангардистской. Я считаю, что и можно подарить чему-нибудь незнакомому мне родственнику. Да, ну, слушайте, я думаю, я уже затянул, так сказать, потому что действительно можно сделать 40 минут, но, мне кажется, не стоит. Теперь... Вопросы к издателю. Нет, сначала вопросы к издателю. Есть у кого-нибудь какие-нибудь вопросы к издателю? Потом, наверное, загадим, если есть такое. Потом, да, потом. Я очень надеюсь, что их не будет. У меня был достаточно серьезный план. Значит, этот серьезный план состоит в том, что примерно через 10 лет после завершения работы с этой книгой, я обращалась за это время к форме восьмистише, ну, как такового, но оно даже там потом и не будет было. То есть, ну, в общем-то, короче говоря, постоянно как-то обращаю внимание на эту форму. Я перескочила в какой-то совершенно другой эксперимент. Стала писать шестистише. Много что, значит, сказано в предисловии к этой книге, но такими самыми общими словами, про то, как изменился мир и про то, как не изменились эти тексты. Поэтому по книге я пройдусь очень пунктирно и не с экспериментальной точки зрения, а именно с точки зрения стихов, которые написаны 10 лет назад. Вот, ну, именно вот с этой точки зрения. И пойду я с конца на тему того, что поменялось. Номер 46, абонентская карточка. Суховик Дарья Алексеевна. На счете доллар или два. Немного рассеян. Укладывает в телефон слова, когда гуляет. И дома тоже их в него кладет, когда придет. Регулярно телефон подзаряжает. Так. Про изменившийся мир. Значит, вот. Про неизменившийся мир, стихотворение с этой самой загадочной, которую кто-то видел, сейчас кто-то нет. В избежание образования вариантов стихотворения завязывал бантом мгновение. Вот до книжного издания эта вещь сейчас существовать нельзя. Ну так. Стихи фигурировали либо распечатки, с этим можно, либо для большей части потенциальной аудитории, они собирают на компьютер. А если с планшетом так сделать, то он перевернет изображение. Ну, учитывая, что когда это было сделано на сайте Левина, тогда еще не было устройств, которые можно было покрутить. Значит, еще одна вещь про то, как изменился мир. Я очень люблю это стихотворение. Опять же, Юрий Борисович, ведущий стиховед России, присутствовал на вечере. Я спросил его, как называется такой тип рифмовки. Он сказал, что его нет классификации. Суть в том, что каждое последнее слово стихотворения, о строчке, начинается с одной и той же буквы. Стишок такой. Когда нам закрывается Макдональдс, мы небольшими группами выходим на мороз. В облаках слов наших ртов проезжают пустые маршрутки. Мы таем в темноте, читаем в метро. В туннелях не ловится даже мегафон. Давай разговаривать мысленно, пока едем 10 минут, про то, что связаны рельсами разные части мира, чтоб совпали наши мечты. Сейчас понятно, что в туннелях метро можно говорить по телефону, а тогда было нельзя. То есть, ну вот, некоторые изменившиеся миры. Да. То есть, есть какие-то стихи, которые никак этот изменившийся мир не фиксируют, но некоторые фиксируют. Люблю, премного длинными словами я, рассматривать поэзию как первооткрывание. Впервые раз, впервые два, впервые три-четыре, впервые здесь, впервые там, вообще впервые в мире. Впервые письменный мой стол, тетрадь или кровать. Сто рук, чтоб рифмы покупать. Это пара рук, плюс мощный ноутбук. Восьмидесяше это посвятилось Лиде Юсупову, потому что тогда у нас была какая-то творческая переписка. Лиде Юсупову тогда, как говорится, в предисловии была автором не того корпуса текста, по которому сейчас ее знают сообщества. И здесь изменившийся мир это сто рук, чтоб рифмы покупать. Сейчас очень мало какую поэтическую книжку можно купить именно за сто рублей. А тогда подразумевалось, что это как бы такая изрядная сумма, чтоб пойти в магазин и приобрести какую-нибудь книгу современного поэта. Значит, чуть-чуть отвлекаемся от этой темы, потом к ней вернемся. В этой книжке есть персонажи. Их здесь очень мало. Их здесь на самом деле практически только я. Но есть еще один персонаж. И 17 ноября 2005 года тогда этот персонаж был где-то два с половиной года, а сейчас сидит персонаж тут. Сейчас мы с Юркой пойдем гулять, следы на снегу оставлять. Не оставляя тени, потому что день и фонари отдыхают. Набежавшая вода вздыхает. Черная зима превратилась в белую зиму. Наши следы контрастны и зримы. А, хотя это тоже про изменившееся время, ребенок вылез. И зима кончилась. Я только что Юля это стихотворение читала, только зимы нет. Нету снега. Зимы нет, но набежавшая вода по-прежнему вздыхает. Все, кто видел, мы на острове. А есть еще такая группа «Зима всегда». Вот. Кстати, про группу и песню. Здесь есть ссылка, которая когда-то работала. Я придумала цикл литературных вечеров «Май зимой» по итогам моих майских фестивалей. И вот нашла себе по ссылке слит афиши «http», «тепло зимой», «рул», «html». Переименовываться что ли? Это не вполне. Вы сместише «е». Вот. Значит, это «тепло зимой» сейчас не работает. Я проверяла. Вот. И есть стихи, с которыми ничего не происходит. Вот. Вообще ничего. Одно из них называется «Анализ одного стихотворения». Это вообще такой стандартный филологический жанр. Ну, как бы, присутствующий во многих классических работах. И в современных тоже. Вот. И, в общем, это жанр такой... Торопки достаточно. То есть это не теоретические, а какие-то построения обширные. А это именно вот «Анализ одного стихотворения». Вот стишок с таким названием. Вот текст. Смотрю, стихотворение «Создатор». Вот авторство и даты. Смотрю теперь по слову в словарях. Увы и ах. Не получается. Тогда смотрю контекст. Волной неувязок и связок. Ребит поэтический я. Вот. И есть еще один стих, который не поменялся. Он поменялся функционально. Когда это было просто стихотворение. А потом это стало девизом фестиваля «Аланд». «Ежедневная карта местности меняется как амеба. Проспавшая ночь в сугробе и придящее из сугроба. Я их включу в телевизор. Насыплю, налью, постелю, чтобы не спала география, не ложилась на краю». Вот. И продолжая тему того, что здесь поменялось. Что здесь поменялось. Ну, живой журнал не используется так активно, как написала истерическая восьмистишная номер восемнадцать. «Люди, пишите заголовки к стихам. А то у меня лента льется, зерно фрецидионов одним текстом. Будьте благоразумны. А то у меня вокруг компьютера линка льется, сейчас что-нибудь покортит. Люди». Вот. Это, понятно, опять же, не с лучшей стороны одной из гостей нашего вечера. Но чтоб было-то было. Ничего не покортило, кстати. Но лилась. «Кто сказал?» «Что?» «Что-то покортило раньше». «Не в тот раз. Не в тот раз. В предыдущем». «Ага. В предыдущий раз». «Они просто сливаются стихотворения Дмитрия Зернова, который, например, написал книгу классических сикстин, Евгений Ириц, который работает в разных свободных практиках, несколько похожих на мои, и Андрея Родионова, который как бы расшатывает дольника, и пишет такие пророкативные тексты. То есть, когда вот ты это читаешь все единым текстом, это возникает некоторый ужас. Опять же ситуация 2005 года, как бы, опять, блогическая активность всех этих людей. О, привет, Дима. Вот. Так. Значит, да. Реально на джинсах я сюда не пришла. Вот. Я сейчас читаю очень длинный текст по названию «Восьмистишие комментарии». И, так сказать, седьмой номер и все. Восьмистишие комментарии. Восьмистишие не публикуются в жилом журнале, а временно размещаются на одни сутки рабочих дней недели, накапливающие за выходные. Восьмистишие я убираю в понедельник. Так как я не вполне понимаю, что мне делать с Восьмистишием, то я не хотела бы предлагать им для публикации. До какого-то момента, когда я пойму, что мне делать с Восьмистишием. Я считаю Восьмистишие замкнутой поэтической формой, не требующей продолжения или развития. На вопросы по смыслу Восьмистишие отвечаю добро и трепетно, или недобро и бестрепетно, какая, впрочем, разница. Я намереваюсь читать вслух «Восьмистишие» на ближайшем поэтическом вечере совместно с Светланой Бодруновой 28 ноября 2005 года в понедельник в Центре современной литературы и книги по адресу НАБО, Адам Макарова, 10, Санкт-Петербург, ближайшая станция метро Воседостровская. Этим мероприятием открывается новый цикл вечеров «Две стороны». Также я полагаю, что это можно будет почитать еще где-нибудь, и паче такое желание позитивно совпадет с географией моего пребывания и наличием Восьмистиших в кармане будет сделано. «Восьмистишие» являются нетипичной для моей поэтики формой. Для тех, кто принципиально не читает длинных текстов, поясню, что я воспринимаю русское «Восьмистишие» по каналах японского хайпо по привязанности к поэтической традиции. Седьмая строка. К сожалению, всегда получается соблюдать правила сочинения Восьмистишие. Это, например, написалось со знаками пропитания и без рифм. При этом эти сами правила не явлены. Но этот текст, невзирая на Абаду Макарова и всякие прочие технические вещи, я тоже, по большому счету, признаю поэтическим. Они действительно были исполнены. Что с ними делать дальше, я не знаю. Сейчас я понимаю, что надо прочитать последний манифестарный текст, так как мы идем назад, чтобы не было скучно читать книжку, так сказать, после вечера. Текст номер семь, значит, еще раз говорю, он написан десять лет назад ровно, в нем не поменено непонятное лук. Искусству не быть. Быть понятным народом. Оно должно быть чем-то сроднее эзотерической практике переживания и времени в регионе неблагополучном геоклиматически, но спокойном политически. Там, где происходит война, искусство не место. Весь народ отвлечен на военное действие. Может искусство закрыть оптически невзгоду и свободу. Как бы на этом я представлять книгу закончил. А хочу очень прочесть, вот мне сказали уже два человека, что я сумасшедшая. Тем не менее, я хочу прочесть небольшую статью Игоря Николаевича Сухих под названием «Поэтический мир Тютчева». Перед тем, как перейти к следующему блоку стихотворения, написанных позднее, нового стихотворения. Вот. А, значит, тут, как бы, Игорь, это, извините, пожалуйста, учебник литературы 10-го класса в двух частях. Часть первая. Москва Академия 2011 и филологический факультет тот же год. Найдено сегодня в моем подъезде. Кто-то такой чушковый выпуск. Художественный мир Тютчева. Тютчев написал около 350 стихотворений. Примерно половина из них – стихи на случай, посвящения и поздравления, политические декларации, эпиграммы. Это периферия тютчевской поэзии, далекая от главных тем и мотивов. В отличие от ближайших предшественников, Пушкин, Лермонтов, Боротынский, Тютчев не сочинял поэм, не пробовал себя в прозе или драматургии. Тютчев – только лирический поэт, лирик как таковой. Развивавшийся автономно, вдалеке от литературной жизни, Тютчев пропустил, оставил в стороне споры и поэтику пушкинской эпохи. Гораздо большее значение имела для него поэзия XVIII века, особенно Державин, и находящаяся за его спиной традиции европейского искусства античности и классицизма. Обилие мифологических образов, торжественный строй поэтической речи, сумочка в высокий стиль, многочисленные составные эпитеты – одна из главных примет Державинского стиля, органичная для поэзии Тютчева. Его стихи ориентированы на ораторскую интонацию. Их нужно не бормотать, не проговаривать, а декламировать. Однако жанровая природа тютчевской лирики меняется. В литературове это писатель Юрий Николаевич Тынянов, один из лучших исследователей тютчевской лирики, отметил, что на смену Ломоносовской или Державинской оде у тютчева приходит жанр почти вне литературного отрывка, фрагменты, стихотворения по поводу. Часто такой внежанровый жанр называют просто, тут курсив, юрическим стихотворением. Превращая монументальную оду во фрагмент, тютчев перестраивает и другие уровни ее художественного мира, придавая более конкретный характер. На смену к характерным для оду грандиозным масштабным темам и событиям «Восшествие на престол», «Война», «Смерть героя» приходят переломные, кризисные моменты природного и индивидуального существования. Возвращение после долгого отсутствия в родные места, «Гроза», «Весна», «Ночь», «Смерть любимой». На смену обобщенному условному поэту с большой буквы, воспевающему эти события, является курсив «Частный человек». Однако, в отличие от Кушкинского и Лермонтовского лирического героя, тютчевский лирический субъект лишен конкретных биографических черт и развития. Из тютчевских стихов мы никогда не узнаем ни подробности его служебной биографии, ни имен его жен и друзей. Это слишком низкие, несущественные подробности для его лирики. В тютчевской поэзии персонажи немногочисленны и условны. «Я», «Она», «Толпа» и «Про». Доминирующим в такой лирике становится не герой, а курсив. Картина мира, мирообраз. Причём картина мира не просто создаётся, рисуется, но активно осмысляется поэтом. На этом, значит, вот эта вот вставка безумная закончена, потому что она делась не больше трёх минут. – Безумная, она очень хорошо. Это очень толковый исследователь литературы русской 19-20 веков Игоря Николаевича Сухих. По крайней мере, его имя на огложке, кто написал эту заметку, скорее всего он, потому что стилистические черты его при чтении я заметила. Вот. И сейчас я хочу перейти к новому блоку, который нигде не опубликуется, кроме моего фейсбука. Те, кто видели, те и то заметили не всё, потому что сочинено порядка ста стихотворений, я его не подсчитывал. Соответственно, я сейчас их как-то перемешаю, там новейшее, потому что сегодня Юля вырезала, и буду читать, так сказать, более-менее подряд, но в перемешанном порядке. Это… Как колодка. А? Да. Как колодка. Это сверхкраткая форма. Значит, она, понятно, что, наверное, даже ближе, чем к 80-ти шее, к поэзии, и она в большей степени, наверное, обостряет здесь задачу не нарушения формы какой-то, так сказать, так вот форма шестисрочного стиха русской поэзии не, ну, мягко говоря, не распространена, как мне кажется. То есть, по одну сторону от него как раз-таки пресловутые восьмистиши, а по другую, собственно говоря, по японской поэмо-танка, которая является, так сказать, развернутым вариантом хайку и более экстраполируемой в русскую традицию, где слова длиннее, значит, возможность, так сказать, эти восточные, так сказать, восточный образ мысли передать. Вот. И почему-то сейчас я не смотрела на бумажки, реально на полном серьезе, у меня первым вышло стихотворение, которое является лидером в Фейсбуке, то есть его там какое-то запредельное число лайков, она может быть запредельно около шестидесяти. Вот. У всех остальных стихотворений, как мне кажется, лайков меньше. Тихотворение такое. Закончились одежды, закончилась еда, и я, как все невежды, не верю в смысл труда, мне заливают вежды, невнятная вода. В каждом доме быть должна соковыжималка, говорить мне поутру громко говорить, я всегда с собой беру видеокамеру. «Между Невой и Невским Китай», да, «Волглый мрак», «Фонари да петарды», «Город Петра далеко от метра и река мокра», «Марс нево поле», «Летнего сада», «На небе вместо звезд угасает китайческая мишура». Вот. Ну, понятно, что про эти китайские фонарики, которые запускаются в космосотную. «Выходной», «Сплю до двух», «Хорошо». «Выходной», «Сплю до двух», «Плохо все». Одно стихотворение с одним словом. Я его все-таки прочитаю вам, извини, пожалуйста, оно одно. Я не буду читать последнее слово. «Даль дальнобоев», «Мутная даль», «Небесплатная даль», «Даль перелатанные поля», «Даль в колеса земля», «Жаль дальнобоев», «Жаль». Слово посвящено гибели человека, так сказать, на одной из акций протестов Тверской области. «Хотелось новинок», «Новаций», «Новолунии», «Новья», «Новоязмы», «Новелл», «Новостей», «Новоселья», «Обнов», «Новогоднего страза». Зимой вот такая нужна новизна, какую не сразу размоет весна. Вот. Про… Наверное, да, наверное, про наше поколение. «Общность об ценности и прочие ценности», «Данные данности», «Крупные ости», «Добренные ости», «Все в котелке», «Поколение плюс компьютер Асус ЕЕЕ». «Стихи о гипертонии светлее, стихов об ангидонии прохладней, стихов о перитоните». И ладно. Часть этих стихотворений вообще начала работать над этим в ноябре, но часть была написана в конце октября. Одно из этого кусочек осталось неизменным, остальные сильно редактировались. Вот одно из тех стихотворений, которые были набросаны еще в октябре. «Холодный сон, как мимика зимы, где простыня снегов еще не бита граффитистом. А разве граффитистом, что прожилки оставит на развилке бытия с небытием? А тут и утро, изморозь, утрянка. И мало раз далекое бьет скляну. Граффитист – это я имела в виду художника граффика. Вот таким вот коварнейшим образом. «Тепло в жилье, но холодно в белье. Что хоть засни, тогда приснятся сны. В них Коля на коне и Катя на броне. И все-все-все еще в своей стране, в своем уме». Стихотворение про драку. Здесь есть несколько стихотворений про драку. Нравится мне эта тема. Мне кажется, что ее как-то в поэзии мало сейчас. «Один философ по фамилии Носов дал глаз доценту по фамилии Ухов. Но Ухова – уход с общественного места не то, чтобы уж так и был заметен. Все сами приопухли, получили». «Шли из клуба Винчи в клуб Бенуа Чао-чао с Чихуахуа. Малолапом линен казенный мост, к ним не винен гаишный пост. На крахмале наскатят ночных дорог. Горизонт развинчен, не собран Бог». Ну, по Москве, кажется, то ли стих не читала, то ли не поясняла. Значит, клуб Винчи находится на Морской улице, по-моему, большой, недалеко от Старой Вены. А клуб Бенуа находится не вдалеке от Моудома на Квеностровском проспекте. «Читала, но не поясняла?» «Читала, но не поясняла. Здесь поясняю, потому что в зале есть дети, а это конкретные, вполне, тупографические вещи». «Дети и москвичи». «Опять же, надо сказать, что ни в одном из этих заведений я не была. В них были, значит, означенные стихотворения персонажей. То есть с персонажами, побольше персонажей разных сетей. «Иду занимать деньги, потом в магазин, в магазин, кончаются печеньки, закончился бензин. Иду занимать деньги, идя в магазин, в магазин, а там в магазине нечто, и некто на кассу стоит, и нечто лежит на кассе, забытое было что. Довольно считать что-то, ведь главное не ничто». «Стихотворение о петербургских пробках». Думаю, что, наверное, известно всем питателям этого зала. «По петроградской стороны продрали пешедрал. Вечерние огни горят кораллом алым между большим и малым, и выхлопные сны». Понятно, что если бы здесь не упоминалась петроградская сторона, то оно вполне было бы применимо в Васильевском острове, приложимо. Прикладная литература. Не эта прикладная, а вот эта. О, еще про драки. Только очень грустная. «Они обязательно дерутся, целуются, с чего-нибудь прутся. Их целая улица. Но вот они дома запрутся и уже не вернутся. Пили из термоса эликсир мертвости. Аквую виту глотали с горла. Смерть выжила. Жизнь умерла. Всего-то лишь экскурсия, экспансия была. И вот мы убираем со стола. И вот пакуем чемоданы. И презираем, выбираем автостоп. За перевод через Майданы. Не групп, но толп. Вот. Слухотворение, в котором, так сказать, стишность выражена, значит, этими самыми черточками. То есть, как это называется, призиметрия. Поставь диван на сквозняке. Те гриппы простатит. И ломота в одной руке, в которой мышь летит. И с миром не на краткие дистанции прийти. План на год заложили. Про путевку в кап страну. Попали на войну. Недолго жили. И вот уже в плену. Иллюзии дну. Очень филологическое стихотворение следующее. Настолько страшно филологическое, что оно даже страшнее, чем вот то слово, которое я не стала произносить при маме. Прюгов и Брисов выходят из дома, словно французские боги. Пересчитывать прохожим ноги. Рыбного КГ берут салату. С ними блин в натуре нету сладу. Пирогов и репусов возвращаются домой. На самом деле это Цинтон. Здесь есть и ноги, значит, из стихотворения общеизвестного Брюсова. И килограмм салата улюбного в кулинарии приобрел одно из достаточно известных стихотворений Пригова. И то, что они возвращаются домой, это самое, пирогов и репусов, это к файнеонтере. А французские боги – это из одного из стихотворений Валерия Нугатова. В общем, французские эти бесы есть, если кто помнит, в Лысоцком? Нет, там были именно французские боги. Возможно, Нугатов отзывался к французским бесам, но я помню, что это какой-то красивый шарф, там лирический герой, и как будто мы ходим такие вот прекрасные, как французские будут. Точно текст не помню. Я тоже не помню. Ну, представляешь, что там это есть? Я понимаю, о чем будет речь, да? Значит, есть одно стихотворение, в котором использовано слово Яны Токаревой, слово «гда», в котором объединены смыслы «где» и «когда». Она, собственно говоря, взяла примечание к одному из текстов, когда использовала это слово, я сочла нужным сослаться на то, что это слово было именно ей. В речи хронотопы там? Да, да-да-да. Ну, понятно, что все хоть портят, но не историко-филологическое, но не просто филологическое. Растопилось ноябрьское небо, Сало солнца с краю котла. То ли дело июньское небо, Где асфальт пригорает до тла. Да, асфальт пригорает до тла. Впрочем, люблю я февральское небо, С искорками тепла. Вот, немножко политическое стихотворение. Жетон метро теперь с татуировкой. Год взятия Крыма, видите, какой. Когда не нужен, прятаться это в кармане. А если ехать, в очереди надо, Как люди, и случается на кассе. О, разменяйте мне, мой золотой. Стихотворение, посвященное дню милиции. То есть это типичное датское стихотворение. Обет обывателя, Полет небожителя, Валькирии кирия, Меня с днем учителя, Тебя с днем строителя. Минуту. Молчание. Ну, что я скажу, Стихотворение памяти Виктора Ивана. Посмотри и немного подумай. Дядька дует в бузинную дудку. У каких-то художников пили, Помидоры и хлеб на столе. Вот едет катафалк, А в нем витек. И на стекле дождя, Кровопотек. Стихотворение, которое может быть интерпретировано, Как неприличное, Но на самом деле таково не являющееся. Кухонька. Праздничка. Стянута. Резиночка. Не на волосок. В сок. Ковбои Мальбора едут в каприолете. Красивая стерва пьет молоко. Поставьте мне отметку в билете, Чтоб я не уехала далеко. Кольцо семнадцатого велико. Свернуто все в рекламу в плакате. Кольцо семнадцатого, Это не только кольцо семнадцатого размера, Надеваемое на тонкие пальцы. По-моему, уже эта юлька переросла. Вот. А это еще кольцо семнадцатого троллейбуса Вокруг Казанского собора. Вот. И как бы, в общем-то, просто, Не знаю, зачем это комментировать, Но зачем-то надо. Одно из стихотворений, Которое мучительно переводил На итальянский язык Павлу Гальванию, Может быть, и перевел, По-моему, он перевел одно из слов буквально. Собственно говоря, с одним из слов Проблемы-то и возникали. Городок Новоскунсовск в Сибири, Где поэта случайно убили, Ну а может быть и не убили, А всего лишь немного побили, А всего лишь надолго забыли, Не вспомянули и не простили. По-моему, он буквально перевел там. Новоскунсовск? Да. Голуби в разлет, Будто бы тут Рим, В Риме мим говорим, А мим нем, Этот мем мним, Резинотрест трет. У одних есть моральный авторитет, У других есть моральный авторитет, Между ними не сложится паритет, Как гипотенуза не станет катет, Или катет, Ну все, хватит. Когда помрем, Возясь с инвентарем Какого-то больного интерната, Где пылью пахнет стылая палата, Пусть мы и не от этого помрем, Но снежная дежурная лопата Вслух чистит ровный путь за рукоем. Один хаос вокруг, И стопка книг, И длинный миг мигает светофором, На перепору хором горит пирог под руку. Один хаос вокруг, естественно. Первый раз читаю вслух. Подрались у бутика, Пять драков, Подрались у бутика теория и практика. Практика прет, теория орет, Практика труд, теория стут, Практика бух, теория прах, Рапиры первых словах. Стихотворение, записанное в квартире Поэта Владимира Строчкова. Написано оно, бутик поэт Владимира Строчкова. В раннем детстве боишься грабителей, Подрастаешь – боишься родителей, Расцветаешь – боишься грабителей, Постареешь – боишься родителей, За родителей. Нет родителей – Снова боишься грабителей. То есть это практически такая эпопея, Где-то есть еще одна, в общем, Я имею в виду, что возможность формы предполагает, С помощью этой формы описания Как в каком-то аспекте всей жизни человека. Моя поклажа и моя одежа, Седьмая стража, Небо молодежи, И это даже, и эти тоже. Самая новая шестистейшая. Кружила, вражила и дружила Нас много лет тому подряд, Но от отдачи от оружия Отбрасываешься назад, Где предрассудки Сквозь досужие, И всякий прочий ад. Государство подарит конфету нам, Шатунам, бултунам, летунам. Через край нам надрюбает кваса, Так что лопнет правкомная касса. Государство подарит конфету, А потом живет нас со светом. Послал в Псков, Не знаю, Сибирск послал, Клубочки слов цветного материала, Материя стиха на спинке стула, Уснули вечер, день и ночь уснула, За угнами проходят снежные шали, Ночные тени, и они устали. Провком и местком пропахли носком, Столовкой разит коридор, В поле холодно, Лампы гудят, Лифт возят вверх-вниз каких-то дур, В поле холодно, Лампы гудят, На лестнице курят мужчины. Так как здесь присутствует моя мама, Мама это гражданский 111. Я там была. Помнишь с тех пор? Ну вот, Ну на самом деле, Нет, ну она же так. Нет, ты может подтвердить, что она даже. Ты была маленькая. Я была очень маленькая. Мне было лет там, да. Четыре-пять не будешь? Четыре-пять, это фонтанка шесть, А это мне было вот, Восемь-восемь-двенадцать. Мне было восемь-двенадцать лет, Восемь-восемь-двенадцать. Сюда вот из стихотворения не влез автомат с бесплатной газировкой, И чудовищные стены, к которым нельзя прикоснуться Ни в какой комнате вязаной, Потому что немедленно спускают цепеты. Я подумала, что это архитектурные частности этого здания, А задача была передать атмосферу, так сказать, Вот этого вот мира. Так оно так и называется, Красная экспозиция? Нет, оно не называется, Это я просто специально для мамы, Присутствующего в зале, комментирую. Ой, тоже политическое. Не знаю, угадаете или нет, Почему политическое. По утрам садовник выходит в сад, Подрезает, окучивает, метет, Подсыпает курбы, опилки лип, На столе черствеет насущный хлеб, Остывает чай. Нет, цветов он не продает. Языковая шутка. Почему садовник предатель? Потому что он продает нас, Турции. Он продает нас, Турции. Почему садовник продает? Он продает нас, Турции. Почему садовник продает? Он же не продает. Нет, тем не менее, это именно садовник. У тебя, конечно, это даже. У тебя комментарии-то будут? Нет. Ну, для кого это? Для себя? Для чтения на поэтическом вечере. Ну, для себя. Ты же комментируешь? Хорошо. Стихотворение, которое я не буду комментировать. Специально для мамы я его не буду комментировать. Обрадованы беззаконию те, кто сгубили пеларгонию. И у кого из холодильника есть все для потребления коньяка. Иные те далече или нет. Всем светит свет. Это без комментариев понятно? Да. Пеларгонию жалко? Жалко. А с чем коньяк употребляется, помните? Какой пеларгония? Цветотик. Цветотик. А что еще можно сгубить, Леша? Все. Так. Значит, единственная игра, я почитаю прошлая. Хаос, 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 хаос. За честные помидоры по самые светофоры. Тут скинут копьем дерифоры. Их через плечо амафоры. Допустят слезу хаэфоры. Обмоют все полифоры. Кроме тебя никто не понял. С такой скоростью? Медленно. За честные помидоры по самые светофоры. Тут скинут копьем дерифоры. Их через плечо амафоры допустят слезу хаэфоры. Хаэфоры обмоют все полифоры. Хорошо. Перевод с греческого. Не все греческие учили. Спасибо. Значит, полифоры – это не греческое слово. Оно обозначает моющее средство для мытья больших машин. Например, если тебе нужен поезд, не расцепляя, то то, чем его моют, называется полифоры. Все это знают, кроме меня, да? Этого никто не знает, кроме автора. Хаэфоры – это в греческой трагедии плакальщицы, которые специально приходили, значит, в каких-то сценах и плакали в памяти убитых героев или по каким-то еще поводам, но они там присутствовали. Профессия. 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 Омофоры – это через плечо накинутый такой, как-то, зацелент такой, да? дорифоры это собственно говоря к приметать светофоры ну я так подозреваю что конечно есть определенные догадки но помидоры такой фрукт ягода вот и соответственно за честные помидоры это таскать хэштег предвыборной как выборная протестной кампании 2011 года так называемый болотный за честные выборы за честные помидоры на живет у тошнит да там некоторое количество игровых девизов было собственно говоря за честные помидоры это один из них так что помидоры тоже нуждаются в пояснении а ты-то думала что ты сейчас из них салатик растрижешь когда играет наш квартет сбегается подъезд сидеть старушки тет-а-тет и дядь к семке ест когда играет наш актет глазах двоится свет стихотворение для чтения в нетрезвом виде естественно стихотворение для чтения в трезвом виде очень печально приснилось внесу баллон тащу из сарая в дом на ляжке пятно растет в нем красная ржавь цветет но пуст хоть тяжел баллон на пшик только будет класс и ремедиус тоже тут киже все еще скрижещет пером вечера памяти каждый год в библиотеке музея тюрьме вот те поминальная мало знаете блин пирожок кстати ослое блина но вот в корпус текстов пару раз уже звучало первый раз была скрытая цитата из кривулина второй раз название блюдо блин используется пепел класса и ремидиус которая в ремидиус она в одной из латиноамериканских повестей ходила и гремела мешочком с костями но на самом деле это стихотворение отношения к смерти по большому счету и и пепел класса как известно это тоже как бы повод для мести это тоже повод для мести связаны с так вот здесь есть цитата в кавычках что надо прочесть противным голосом навязывание местных традиций не местному контингенту к этому моменту хочется разозлиться давно пора слиться со всяческих лет да соавтор присутствует одно из стихотворение было написано в соавторстве с сергеем югом зайдешь в магазин а там мизогин зайдешь в кофешок а там мизантроп зайдешь блин рыбак а там блин рыбак а вот тут слово блин используется прямом смысле рыбак именно с авторство указано здесь конца авторство и текст сочинем мы шли по невскому проспекту сочиняли стихотворение живую живую став да это было живое завтра зимой нет мы вот шли по невскому проспекту сочиняли стихотворение очень живой ну что я же правду говорю мы действительно шли и сочиняли похоже на пробу бессердечное сердце чужое не болит бессловесное слово иное возвращается в алфавит если время на время времное не горит морские свинки ждут рентгеновские снимки и кают в лапки выпадают в шерст морские свинки жрут рентгеновские снимки кусочки хоготочки точат зубки морские свинки жгут рентгеновские снимки на спичках море связали в небо из тумана. В последней строчке скрытая отсылка к Корнею Чуковскому «В море синие царь сожжала». Увидите разницу, за ней слечить не так уж сложно сходство. К примеру, четырех коней, вечерних тянущих огней и табурета ног. Техническое превосходство. Это стихотворение посвящено, в Москве этого не комментировала, в Петербурге тоже зря, в реке Фонтанке. «Четыре коня» все знают, а есть еще такое место, называется «Табулет». Немножко ниже, выше непонятно как, там, где там мало увеличиваются. Там, как переломнутая табулетка, стоят какие-то трубы, котельник или что-то в этом роде. Есть такое. «Тебя же где?» «На Фонтанке». «А где это?» «Ну, в районе каких-то 150-х домов». «А, ну, куда?» «Куда?» «По хибридами, конечно». «Ну, приблизительно, да. И там просто виднеется эта табулетка переворнутая, совершенно очевидно, гораздо очевиднее, чем Конина Аничка у нас. Значит, есть стихотворение, в котором нет нецензурщины, но есть символы, которые очень похожи на нецензурщину, всякие там параграфы, абзацы и так далее. «Был обычный день рождения. Странная строчка. Выдали предупреждение за опасное вождение и еще предупреждение к местности происхождения. А там пришел Дима Егорова». «Дима, заходи!» «Крусия закончится». «Молонский, привет!» «Друзья, вечер закончится минут через 15, пока я просто почитаю какие-то стихи. Вы сядьте. «Почитай, пожалуйста. Здравствуйте. Извините, пожалуйста». «Вы с пользой смыслщики». «Ух ты, да, да, да». «Привет!» 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 «Всем привет!» «Давайте после вечера поздороваемся, потому что Саша закроет дверь ровно в девять. А сейчас две четверти». «Да, еще нужно быть временный вопрос.» «Временный вопрос. Значит, я уже представила для новопришедших, я говорю, книжку 48 восьмистишей, поэтому сейчас я представляю шестистишие. И вот я этим занимаюсь уже полчаса, поэтому мы продолжим просто это представлять подряд, как есть, ну, в хаотическом порядке. «Тысяча бухов заради единого умысла, повода, связь без провода, связь без брака, а в центре собака». «Тошненько, страшненько, тошненько, тошненько, в мелкой тарелке стынут картошенки, последние деньги снесут цветошницы. Полдня погода тяжкая, шаткая, дождик по крышам шаркает. Ситуация штанта». «Нас убирает по случаю того, что кто-то умирает. Нас убирает по случаю того, что пока никто не убирает. Не умирает. Нас умирает, когда мы пытаемся сосредоточиться, а вокруг убирает уборщица». «Запретили курицу брать, запретили курице петь. Дальше будет в рифму кровать или врать, или будет в рифму степь или смерть. Заплутался бедный в степу. Фу, намека на Путина нет. Вопрос просто на то, на каком языке, украинский или русский. В степи по-русски. В поисках сюжета для новой песни, в поисках закуски для новой водки, в поисках утенка для туалета, в поисках какой-нибудь сковородки, крышки, шумовки, воронки, пробки. Так и проходит жизнь. Ракукин Бурсак по прозвищу Рак гулял со своей роковиной по улице Главной Длинной. А что дальше-то? Дальше-то что? Какое-нибудь там происшествие. Или все хорошо? Терра Вольтера, Агогия Гоголя, Агностика Носика, Ласса Руссо, Карнавалы Лермантова. Все в воздухе носится. Они играют в шахматы в спортзалах. What can I do? Don't let me do. Я покупаю книги на развалах, и вот шадобеду я прямо с пушки в небеса уйду. А тут надо пояснить, что это стихотворение Абецедарин. Так, шестистиши, топ-1, шесть букв. Следующий или следующий? Следующий. Авиапамятник всем. Банкомат АТМ. Водка валит волка. Где моя иголка? Дома в серванте. Есть на обмен фантик? Томный вечер тухнет словно искра. В пивнике сидим с приставкой гастро. Изволения исполняются небыстро. В темностеклой банке вянет астро. На столе планшеты и настолки. Брали на булавки, тратим на иголки. Настолки, настольные игры, собственно говоря. Еще здесь создано насилие над русским языком, а именно слово темностекла. Потому что принцип буквы ЙО всегда под ударением в русском языке, и поэтому она в слове должна встречаться один раз. Может, есть какие-то другие примеры? Трехколесный. А, темный желудок. О, сразу пошло, 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 пошло. Они выходят где-то на кольцевой. Всадник без головы. Евгений Онегин, герой на своем племени. А Циола вождь своего племени. Волхвы. Так. Клуб агрессивных зрителей. Агрессивных не успеешь сказать, ибо агрессивных. Вдых так о чем сказать, оглушая. Клуб лупит словами. Не с вами, как с вами. То есть, как с вами великий крещал толпы. Черные, белые остолопы, верстовые столбы. Так. Никогда не учился на отл и хор. Все стояло с двери, чего-то ждал. А из двери вышли оркестр и хор. И в другую вошел весь зрительный зал. Вот задача про ванную и две трубы. Что под музыку не решалось бы. Знаешь, я уже читала школьный учебник для тех, кто пропустил. Я очень неплохой учебник. Из читального зала не видать ничего, как погода устала, трепетать над дневой. И как нас удивляло наводнение. Вол. Так. Дошла очередь все-таки. Дошли руки до единственного верлибра. Смог рассеялся. Смола не смогла застыть. Насекомое уползло. Наискосок смотрю на солнце. Надеюсь, понятно, что имеется в виду эта самая муха в янтаре, но не случилось ли появиться. Стихотворение, посвященное валению с работы. Здесь должна быть наша нюшка. Здесь должна быть наша няшка. Детка с репкой. Дядька с хреном. Девочка с цветком с урепки. Дама с горносталь. Ну, вместо соответствующих изображений. Дохни в трубочку, все не так. Чихни в тряпочку, все не так. Кури в форточку, все не так. Купи тортолеточку, сложи в коробочку, свяжи верюлочку. А вот, еще одна эпопея. Юль, ты там слышишь? А, да. Эпопея. Вчера ел мясо, пил венок, вчера ел мясо, ушел из класса, с площадки детской убежал, упал с дивана, перевернулся в ману. Вот эпопея про родителей-грабителей, она такая как-то, ну, вертикальная, это такая инвертная. Перечень запрещен, зарится переучет, парится за ригу год. Натекло, понимаете ли, кровище, рассыпались овощи, собраны вещи, доедены щи, и только порывы ветра, как мыши, шуршат по крыше. Женщина спит на спине, в термосе больше нет, горячего, как и прочего. Мир нарисован на карте мира, женщина спит на спине. Самое первое, в которое я не вносила никаких изменений впоследствии. Уже связать не в состоянии свитер, уже связать не в состоянии рукавицы, уже связать не в состоянии шапку, уже связать не в состоянии шарф. Уже не то, чтобы не в силах указать узор, но даже типы пепель. Дошла очередь до самого длинного. Значит, это же стестише, еще раз напоминаю, но длинная строчка. Классика Жанна. В офисе отключили интернет, я решила прогуляться по ночному Невскому. У кафе встревожено курит про Париж, малочисленные ночные люди, а так вообще никого. За мной увязались два подвыпивших ташкентских узбека с мелким рыжим песклявым котенком у одного из них за пазуху. Узбеки с Петроградки. Кота подобрали в Мариинской больнице для борьбы с мышами. Если он не боится мышей, то все верно. Я уточнила у того, который был потрезвее, а он работает поваром. Про то кладут для узбекских плов изюм. Оказывается, кладут, но не черный, а свет. Недоеденные чипсы остались в офисе. Обратно на вели, поеду так спокойнее, он тут. И я тоже в тепле и в сети. Это шестистишие? Это шестистишие, написанные в форме шестистрочного рассказа, самое длинное. А стихотворение написано, и здесь частное пространство под невольным воздействием некоторых веществ. Абсолютно невольное. Поэт, зачем стих или ничей гимн на углу скоба и тейного светофора ждал? В ски порос чередой черемшой. То ли дело боль, или малый шой. Симфоническая вода. Оно все так подорожало, что вот уже подешевело. Зима снег за щекой держала, расплюнула и потеплела. Мы пьем вино с своих подвалов. Жрем чье-то тело. Афрора вернется в июле с советским гиргом на заду. Ползет по реке на буксире, как дутая баржа по льду. А мы-то что? Конечно, встретим. Привет. Ищу дом пьющим рог. Ищу беседу под ложку к обеду. Скоро чучу под землей до неба, до тесного неба родины черных стен. Мне долго молчалось про черных стен. Тлен. Плен. Полипропилен. Могу. Да. Дальше самое забудное. Пишет патчери цину деверю на деревню. Деньги посылает. На улице собака лает. Деверь зевает. Письмо опаздывает. Стихотворение 18+. Ввиду страшного полового деморфизма его персонажа. Полиморфизма, я бы сказал. Растение видит животное. Весна у него подноготная. Животную видит растение. И тает в смущение тени. Растение видит животное. Оно сфокусируется. Вот оно. Доктор, доктор, где мой прозак? Где не мои? Их давно запретили по вредностям, и они поймут читатели. В без пяти десять утра я включаю на кухню свет. Шампанского. Изоопатию. Человек идет на неделю каникул после сдачи проекта. С утра ему будильник пропикал. Его песенка спета. А он летит себе на другую планету, где ничего нет. Живем в одном подъезде с кавалером. Пусть он и кавалер не орденов, но ведь в этом мире славно все не ново. Машину ставим рядом с кавалером. И только закрывая дверь квартиры, кавалер барышня хочет. Я носила в кармане шпенек под названием «Усталость металла». И всем тем, кто ко мне объяснял, что это бывает и днем, и с огнем. Вспоминания это с огнем. Я давно уже его потеряла. Письмо в защиту культурных ценностей. Ближневосточная лавка пряностей. Холивар, Галеруд. А тут и тут. Круглозерн англицизмов десктоп. Косметичка ушна франкофонией. В воздухах макаронит симфонии. Стоп. Ино языка языка. Ино что-то то-то же с вами. Ино странные игры жучьими хору водят словами. Номика города падает. Литика города бедает. Ноптика города капает. Гитика города пробует. Дети рождаются. Кто-то там плакает. Проводятся обыски в банке. Случайно разбилось стекло. Я мимо гоню по фонтанке гражданки. Ко мне от машины нет тепло. С утра завсегда человек при баранке. Но утром уже не светло. Спит лаборатория. Дремлет полигон. С тихло оратория не играют гимны. И только монетка взяк из кармана. Неогненные знаки страдают от огня. Внутри хромой собаки застряла шестерня. Все провернется так и вдруг выскочит меня. Вот тебе и на велосипеде или у стойки бара на столе. Постоим на ощутимой тверде. На брусчатчатой земле. Если что, всегда звони соседям, чтобы постучали в дверь ко мне. Хлеб съел муж. Выпило вино жену. Ау, жену, принеси еще вино. Ну, жену, пережму. В стихи нетрезвый человек моргает матом. Шары затрепаны и шахматы лохматые. Цари и рыцари, рапиры, алебарды. Вдруг стали кухонные сечки-молоточки. Из дерева, из пластика, из молока, В которое бьет поэт. И оно проливается. В сюжете лада нет, и сердце зря. Сменяет он на я и примеряет на себя Какая-то одежда и еда. И лепестки едва из-за плеча торчат. Все куда-то бежат. Какие-то доски лежат на пол тротуара. А мы тут стоим, и в наших фарах сверкают снежинки. Охранять, хранить и подхоранивать, Если что не так. За просто так, видь неравномерную нить. Но рано ведь. Юля появляется. Дочь пишет, отжохни, Чтоб жахнуть вновь. Вконтакте горит Маяковский, Любовь над автодорогой мигает экран, Искать зовет себя в несколько стран. Пока происходит движение, Не чнется пора поражения. Еще одно про падчерица на деве. Пишет падчерицу на деве на деревню. Почему не пишешь? Дышишь? В пенсию винтом работа, Но не сякнет жизнь забота. Осталось всего три. Составлены треноги табуретов, Чтоб рисовать масштабнее, чем бывает. Когда весну пространство рисует, На фотографии выходит осень, лето. Так ждешь-пождешь, А будется лишь это. Такое, что и слово забываю. Вовремя мои слетали в гизу, В двухмоторном, тонком и горячем, В синем небе маленького сфинкса, Гладили глазами, не иначе, Но с пидами накормили пизу, Пала лапа, башенка облезла. И хороший конец здесь хаотический был. Хаотический был порядок для тех, Кто пришел именно сейчас. Здесь я увиживаю себя, Уединяю канву и фон. Канва уконцована, И на фоне усматривается увлечение. Но только зрители уязвлены, Поскольку это слово знакомит. Спасибо всем. Напоминаю, что у нас осталось Две минуты, в крайнем случае пять, Чтобы быть в совмещении в магазин. Можно Саша нахер пусить. Спасибо. Все на улице, я никуда не убираю.